Он такой огромный, я не знаю, куда он метит-то. Это такой собирательный образ всех бездомных собачек, которых встречают. Тех, кто способен завести животное и потом, грубо говоря, выбросить, с этими людьми нужно бороться не уговорами. Все знают Данте. Мы его нашли в сугробе. Начинаем закирать нос. Привет, друзья! В начале октября мы ездили в Москву, отправляли трех бездомных собачек по семьям, а также мы побывали на открытии памятника бездомным животным. Было много знаменитостей, мои подписчики и вообще очень крутая атмосфера. Давайте посмотрим, как это было. Приехали в парк-музеум. Мне написали ребята-волонтеры, говорят, что тут будет открытие сегодня памятника бездомным животным. Тут в парке оказывается памятник. Он такой огромный, я не знаю, куда он метит-то. А где открытие в этом огромном парке? Вот справка. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Открытие памятника бездомным животным сегодня. В музеоне. В музеоне, да. Где это находится? Это будет находиться напротив входа в новую третья комбинар. Круто! Вот это сервис, я понимаю. Пойдем, сейчас пойдем быстрее, а то уже там открытие, наверное, началось. И мои подписчики, наверное, подойдут. Наверное, надеюсь. Я любуюсь. Костик больше Москвы, чем я. Я вообще... В метро он меня ведет, я за ним как за ручку иду, держусь за подол его куртки, и он меня ведет в метро. Саш, мне кажется, трактор интереснее, чем собака там. Думали, три человека придет? А там человек на 200, да? Пришло. Я всех нас с этим поздравляю. Иречка. Ира Розанова. С добра, любви и всего самого хорошего. Чудесный победник. Спасибо всем. Хочу, чтобы сюда, в Москву, на Крымский вал, в музеон приходили люди, которые чувствуют и хотят того же, чего хочу я. Я хочу, чтобы мы все стали добрее, и чтобы у нас на улице не было бездомных собак, чтобы каждая собака нашла и бездомных кошек, безусловно. Я надеюсь, что, после того, как мы положим, взяла монеты, директора музеона не сменят. В моем детстве, так как я жила в доме у меня, как будто у отца, с детства рядом с животными всегда были. Да, по три, по четыре собаки. А, да. Поэтому, как бы, да, но здесь, сейчас я живу в квартире, я не могу себе позволить. Очень такая прям скульптура, трогающая. До сердца, до души, до глубины души. Просто смотришь даже. Как бы, и хотела добиться, чтобы, как бы, люди стали добрее, да, чтобы не выкидывали на улицу животных. Ну, получилось здорово. Прям в тему, и так, как надо. За тех, кого мы приручили, как говорится. Спасибо вам за работу. У них во дворе появилась бездомная собака, которую подкамливал весь двор. Ну, это была осень, уже все переживали за нее, решали, куда ее сделать. И тут мы объявляем конкурс, и тут совпало, что Наталья увидела глаза той бездомной собаки, которая жила у них во дворе, и вот слепила вот эту прекрасную собачку. Надо сказать, что ту собачку счастливо пристроили в семью, у нее все хорошо, и мы надеемся, что наша собачка будет также просить счастье всем остальным собакам. А сейчас у нас музыкальная пауза. Наш замечательный оркестр. На самом деле, тех, кто способен завести животное, потом, грубо говоря, выбросить, с этими людьми нужно бороться не уговорами, а нужно таких людей наказывать, ну, штрафовать. Если бы мы уже прошли чипирование всех животных, да, мы к этому идем, то тогда, когда человек берет собаку, берет ли он в приюте, покупает ли он в магазине, неважно, это чипированная собака, и она привязана к конкретному человеку, у которого есть адрес, паспорт, и так далее, и так далее. Если потом эту собаку находят брошенной, то можно найти этого человека, и я бы обязал его, я не знаю, как это заключить в законе, чтобы он или дал средства на содержание этого животного, или, естественно, взял животное и забыл о себе. В вашей личной жизни была история с бездомным животным, чтобы вы взяли кого-то? Конечно, у нас Дуся живет, но буквально не я взял, а моя дочка у метро лет пять назад. Стояли коробочки такие картонные в декабре, что ли, и были щенки там, и она взяла Дусю, перепуганную, она до сих пор перепуганная, видимо, при ней стреляли, или при ней убили кого-то из, с, не знаю, может быть, маму, или, вот, она до сих пор, когда хлопнет, даже дело идет, вот, гроза, или когда фейерверки на Новый год, она забивается в самый угол, вот, даже если сильно хлопнешь дверью, вот, то есть, больную, испуганная собака на всю жизнь, но добрейшая, красивейшая, любимая, есть, конечно, еще одна собака есть, Фаня, которая приехала к нам из Крыма, тоже бездомная, которую моя жена, поскольку не успевала сделать справки, отправила в Москву на такси. Лет, наверное, 12 тому назад, 10-12 лет тому назад на дачу приблудилась кошка, которая родила шестерых котят. Сама убежала тут же, пятеро котят вместе с ней, а шестая девочка маленькая осталась у нас, и прижилась к нам. Мы ее выкормили, вырастили, потом она родила, в свою очередь, шестерых котят. Пятерых мы отдали, оставили одну кошечку, потом эта кошечка родила нам четверых котят. И так у нас пошло, и у нас теперь три кошки, и один котик. И то, что сегодня произошло, это, конечно, грандиозное событие. Я не боюсь этого высокопарного слова, потому что проблема, к сожалению, остается еще. бездомные собаки, бездомные кошки. И вот воспитать в детях и в подростках неравнодушное отношение к этому, вот это вот важная, самая важная благородная цель, ради которой мы сегодня, собственно, собрались, и вот почему этот памятник сегодня вот соорудили, и очень красивое животное, прям как живое. Еще кучнее. Широкугольникам снимай. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы выложили сториз на вот это мероприятие. Это я вам писала. Уважаемые друзья, к нам в гости приехала шоу группа «Браво Док». Спасибо вам за ваше доброе дело, за то, что вы делаете. Они с удовольствием покажут вам свои номера. Спасибо. Двор-терьер. Ну, мы его нашли в сугробе. Это что? Основной. Ну, отвели, все сделано. Щеночком? Ну, да. Маленький был какой совсем? Вот такой вот, нет? Да он в сентябре родился, мы его перед Новым годом нашли. А как назвали? Данте. Данте. Ну, у нас еще есть вторая большая отеля. Сядь, все знают Данте. Боржик. Это ваша собака, да? Нет, это собака приюта. А, вы как волонтер, да? Да. Мы еще не в дом. А, еще что? Ты Боржик? Боржик. Хороший пёс. Хороший пёс. Хороший пёс. Это приюта с участницей, конечно, шенок пристраивается. Он, да, не на помойке. Вот такие вот глазки, бусинки. Смотрите, девочка, да? Это мальчик. Это мальчик, мальчик, мальчик. Это хороший. Очень хороший. Я их зайчики называю, потому что я хочу, чтобы уже хозяин назвал. Прости его. Какой сладкий. Все хорошие. Какой сладкий. Какой сладкий. Ну, ему месяца два. Я с конца поднял. Жил, я в метро месячном его забрала. Вот он 12,5 лет у меня прожил. Субтитры сделал DimaTorzok Я считаю, что это такой собирательный образ всех бездомных собачьих, которых встречают. Эти глаза, этот взгляд, вот этот как бы исподобие, да, и снизу на людей. И вот я сейчас сел и очень... Так. Ай. А? Ты что, плачешь, что ли? Да. Да ладно. На камеру играешь, наверное. Нет. На кого похоже, давай, стойте, тех, что пристроил. Ой, знаешь, столько я собак встретил на своем пути, сколько я приютов дам, мы снимали. Сотни животных, наверное, сколько собак и пристроил, десятки. И вот это такой собирательный образ из всех их всех. И в голове сейчас прокрутились эти все образы. И неосознанно у меня просто пили на глазах слезы. Вот. Да я как к живому, знаешь, подошел, как к живому, как к живому его воспринимаю. Да, да. Я сентиментальный, Костик. Я сентиментальный иду, парень. Может, давай я твой этот рекордер положу? Нет. Начинаем затирать нос. Редактор субтитров А.Семкин